Шашлыки в лесу с 15 апреля в Самарской области под запретом. Это связано с введением особого противопожарного режима. Также нельзя будет заезжать в лес на автомобиле. Под запретом выжигания сухой травы и хвороста, причем даже на садовых и дачных участках, особенно вблизи насаждений. На оперативном совещании первый вице-губернатор Виктор Кудряшов поручил провести работу с собственниками полей, которые поджигают траву, чтобы очистить территорию от сухостоя. Проводить очень четкую разъяснительную работу по тому, как сделать сельхоз ПАЛ контролируемым. Есть определенные правила. Это опашка, наличие средств пожаротушения или пожарной машины даже при проведении этих работ. Это уведомление администрации района. Это учет погодных условий. За соблюдением закона проследят патрулиец, сотрудников добровольных пожарных формирований и представителей местных органов самоуправления. Работа уже отлажена. Нарушителей ждут крупные штрафы. Тот опыт, который наработан по совместному патрулированию и при необходимости усиления специалистов из других лесничек, со всей Самарской области, если такая необходимость будет, этот опыт будет, конечно, использован. В регионе уже создали территориальный пожарно-спасательный гарнизон, в котором числятся 194 профессиональных подразделения на 7,5 тысяч человек и 829 единиц техники. Кроме того, в состав входит более 150 добровольных пожарных команд. Виктория Шарея, События.